Итак, всем доброе утро. Мы с вами продолжаем шестой проект фрактата Нодарим. Разбирать то, что люди вкладывают в слова во время того, как произносят какой-то зарок, когда обещают что-то друг другу. В прошлый раз, например, мы разбирали, если человек зарекся от молочной пищи, вода, которая настаивается в момент приготовления молока, сыра из молока, можно ли эту воду пить или нет. Называется это вода хум. Вот мы разбирали. Или наоборот, человек зарекся от этой воды, которая называется хум. Может ли он пить молоко? Продолжаем. Мишна шестая говорит так. Итак, наша мишна будет говорить про то же самое, только про мясо. Человек зарекся от мяса. Хорошо. А он может поесть как бы мясное? То есть суп бульной или картошку, которая была свалена в мясной кастрюле. Это же не законы мясного и молочного. Или незаконный кашрут. Он просто зарекся не есть мясо. Так может быть, это только кусок мяса он не может есть, а мясные продукты может. Так вот, Мишна объяснить, что есть разница, если человек говорит, что вообще я просто от мяса отрекаюсь или конкретно от мяса, которое передо мной. Потому что если человек говорит от любого мяса предо мной, вот так он формулирует, значит, он имел в виду даже любые, даже вот добавленные, как будто строгий веган. Он не будет есть даже вот где вот есть привкус мясного. Потому что здесь действительно сработают законы кашрута. Как мы знаем, если что-то непригодное пищу, некошерное, дало вкус кашерному, то даже то кашерное нельзя теперь есть. Даже если при этом есть бетуль башишим. Мы знаем, да? То есть когда мы говорим бетуль башишим, что мы имеем в виду? Вкус. Вкус пропадает в 60-й части. Но если вкус чувствуется, все, до свидания. Все, нельзя есть. И мудрецы установили этому определенный размер. Шим, ешь, бетер, поход, ми пи ши шим. О, вот как раз таки мудрецы сказали, что если запрещенного в смеси меньше на 60 в 60 раз, то мы можем его игнорировать. А если называется исур бенотен таам. Но если меньше, то считается, что он да, дает вкус. Тогда все будет запрещено. Вся эта смесь. Говорит Мишна. Итак, человек, который зарекся от мяса. Например, он сказал. Вот я зарекаюсь от мяса. Больше мяса не ем. Мутар Баротев. Он может есть суп. Бульончик может попить. Может, там мяса нет. Ну да, он настоялся на мясе. Ничего. Бульончик может. Потому что имеется в виду. Он имел в виду именно мясо. И также может есть кипа. Что такое кипа? Это беохаль. Имеется у них кипа, да, конечно. Но кафа это беохальшен акфа бешулээк дейрашенит башэль ба басар. То есть, да, тоже какое-то варево более густое, которое делается тоже на основе, там, не знаю, мясной, жаркое, что ли. Шэлу эйнам никраим басар бе лошлом бене адам. Потому что это не называется мясо. Все-таки это жаркое. Мясо это мясо. А когда он сказал мясо, он имел в виду именно мясо. Не, да, жаркое. Но раб Иуда запрещает. Он говорит, что жаркое тоже нельзя будет есть. И поэтому это подпадает под определение мяса. Также говорит раб Иуда. Получалась такая история. Я приведу вам историю в доказательство. Была одна ситуация, что я отказался от мяса. И раб И Тарфон запретил мне есть яйца, которые сварились там. Вот представьте себе челанд. Ну, хорошо, я из челанта вытащу яйцо. Причем челанд кладут яйца, знаете, в скорлупе. Отсюда мы видим, что любая вещь, так как яйцо даже в скорлупе варилось вместе с челандом, оно пропиталось этим. А значит, вкус имеет значение. То есть яйцо вдруг стало басар. Его тоже есть нельзя. Амрулону сказали ему мудрецы, которые спорят. Они же разрешают жаркое. Они сказали ему так. Да, действительно, это так. Как сказал раб И Тарфон. Но в каком случае? Но в каком случае действительно человек, зарекшийся от мяса, ему будет запрещено есть также любую вещь, приготовленную с мясом. В том случае, когда человек скажет Когда человек делает ударение на то, что он запрещает любое мясо перед собой, тогда ему действительно будут запрещены даже все производные, даже все, что было с мясом. Потому что человек, который зарекся от какой-то определенной вещи, а эта вещь теперь смешалась с другой, Если этого запрещенного есть достаточно, чтобы дать вкус, а это мы знаем, это называется меньше, чем 1,6-е, тогда действительно вся эта смесь будет запрещена. Но если человек просто сказал просто мясо, тогда он действительно будет запрещен, ему только есть мамаш мясо, то есть именно кусок мяса. Но ему будет разрешено кушать все, что варилось в этом мясе. И действительно, как мы говорили, Тадакама считает, что ему будет разрешено и жаркое, и соус, и бульон он сможет мясной пить. И следующая мишна, Она продолжает идею нашей мишны, и добавляет научить нас, что есть разница между человеком, который отказался от определенного вида пищи в общем, как, например, от мяса или от вина. И если человек отвергает какую-то пищу мясную, он говорит, мясной е, тогда кегона умер я асера лайки курбан басар зе о яйн зе. Или, например, он говорит, вот это мясо и вот это вино будет для меня как курбан. А курбан есть нельзя, то есть он как бы только что сказал, что все, это для меня запрещено, как святыня. Потому что человек, который так сформулировал свой недр, для него теперь обычное мясо превратилось как в свинину. То есть это для него просто запрещенный предмет. Он взял на себя как бы запрет, которого в авторе нет. Это сила недра. И как только теперь он сделал этот разрешенный предмет для себя запрещенным, если он будет давать вкус любому другому количеству разрешенной ему пищи, ему будет запрещено есть эту смесь. Но если он не уточнил, то тогда только конкретно вино и только конкретно, да, хороцит он есть сможет, да, или там бульончик попить сможет. Ему будет разрешено даже те вещи, в которых есть привкус мяса или вкус вина. Вот говорит Мишна, Аханудер Мина Янче, который зарекся от вина, как, например, сказал Хунам Яйн Алай, зарекаюсь я, вот вино на меня зарок. Мутар Бетавшиль, Шееш Бутам Яйн. Ему разрешено, есть разные блюда, которые делаются с вином. Да, потому что это не вино, это блюдо просто с добавлением вина. Таких сейчас много. Мутар Бетавшиль, точно так же, как мы сказали в предыдущем Мишне, по мнению мудрецов. Амар Кунам Яйн Зе, Ше Эйни То Эм, но если он сказал, вот это вино для меня, что я не буду его пробовать, то есть Яйна Немца Лефанав, вино конкретно перед собой, Вина Фалетавшиль, теперь это вино, которое он запретил конкретно, вот это вино, попало в какую-то другую пищу, которую ему есть можно, и Меж Бенотен Таам, если этого вина достаточно, чтобы дать вкус, то есть его в отношении к разрешенному меньше, чем в 60 раз, в 60 раз, тогда все варево будет, ему запрещено. Человек, который зарекся от винограда, ему разрешено будет вино, то есть опять-таки не путаем, это не Назир, это человек, который сказал, я не буду есть виноград, а хорошо, виноград не будешь есть, но вино пить может, он именно от фруктов отказался, а вино пить может, если человек сказал, не буду маслины, ему тарба шемен, он сможет использовать оливковое масло, маслины есть не сможет, оливки не сможет, но сможет масло использовать. Но если он сказал, вот конкретно вот эти оливки, я не буду пробовать, или вот этот виноград, тогда он запретил себя. Он также не сможет есть из этих оливок выжатое масло, ничего, то есть если он сконкретизировал, что вот этого ведра оливок я отрекаюсь, то тогда что бы из этих оливок не приготовили, пусть хоть масло, пусть хоть шкурки, и добавят их. В какую-то другую еду ему будет запрещена вся та еда, при условии, что этого добавления, то есть этого масла будет там меньше 1,6, то есть тогда получится, что вкус есть. Да, больше 1,6 мы уже игнорируем, говорим, что как будто вкус он уже не дает, но меньше, вкус он будет давать, и это будет запрещено. Вот такие вот две мешны. Альберт, а можно вопрос, почему если меньше нет вкуса, а если больше есть? Мудрецы устанавливают нам иногда какие-то такие шиурим, какие-то такие размеры. Например, считается, что если сука там выше 20 амур... Нет, нет, это я понимаю, я имею в виду сам факт, то есть логично же было бы, что если этого больше, значит и вкус должен быть. Если этого меньше, то тогда ничего случится. А это я имею в виду, может, мы не поняли друг друга. А, все, то есть... Да, потому что 1,6, это уже проблема. Да, 1,61, проблемы нет. То есть если 1,6, 59, 58, тем более, 57, тем более, это уже считается много. А если меньше, чем 1,6 запрещенного, хоть оно там есть, да, вот кусочек взял, бросил в огромный чан. Ну, что кусочек, но по сравнению с этим большим чаном это меньше, чем 1,6 по объему, то мы скажем, что он не дает. Сможем эту тару, это общий закон, да, то мы сможем это все есть. Итак, сегодняшний мечтает. Были возвышения души. Ребекка, Батакива, Анулдамин, Наоми, Аврам, Бен Йосефа, Анулдамин, Тамара, Ави Мури, Рафаэль, Бен Йосефа, Анулдамин, Тамара. А также возвышения души Фаина Батысак, Лариса Батавраам, Михаил Бен Исаак, Роза Бат Моисей, Менухатам, Беганедам. Всем шкоя, хорошего дня и постараемся с вами еще раз связаться в обед. Давид. Да. Увидимся. Да, да, я уже минуты две буду. Отлично. Да ты дома еще сидишь. Хорошо. Прощаюсь с вами. Шкоя халута. Прощаюсь с вами.